Всем привет, ребята, с вами Адри Чент, и да, это новый выпуск Супер Мамы. Если вдруг вы не смотрели предыдущие выпуски, ссылочки оставляю для вас в описании. У нас в четверке уже было две мамы, сегодня третья мама. Мама ТикТокер. Что это будет, будем узнавать прямо сейчас. А также, ребят, переходите на канал моей мамы. Можете написать в поиске Мама Ченда. Либо оставлю вам ссылку в описании. Она также снимает реакции. Многим уже позаходило. Зайдите вы, возможно, вы, в общем-то, найдете для себя еще один интересный канал. Да, это реально моя родная мать на ютубчике. Но это после просмотра этого ролика. Потому что мы прямо сейчас уже начинаем. Ну давайте, освежим нашу память. Тут четверо дуже ризных матусь, что дыжние, з'ясовывают, кто з них насправді супер. Супер. Цего тижня за звання супермами битмутся матуси з Дніпра. Знайомтеся. Запальна мама Настя. Я сексуальна. Так это у вас на фенале будет, да? Успешно питься. И телеведущая. Последняя. Яка для своєї девятирічної доньки стала кращою подругою. Мы можем обсуждать с ней мальчиков. Она мне рассказывает, в кого она влюбилась. Кто тебе сейчас нравится? Миша. Мама на всі руки Оксана. Весь побут тримається на мені. Приготовити, поприбирати, постирати, погладити. Мне кажется, що Карпачов може дати 10 балів на победу. Яка створює максимально комфортні умови для своїх дітей. Я побудувала своє життя так. Вот якщо посмотреть на... Ну, я вже последнюю тоже представляю, яка она. Вот четверку мам. Ну, блин, шанси на победу не дуже больші. Прямо очень. Я не скажу, що це ідеальне. Але із четверки. Щоб дітям дати все, найкраще. Всю себе я посвящаю дітям. Надзвичайно пыльна мама Яна. Ось зі стрічняк в отношіях. Я дуже друшусь над своєю дочкою. Яка не зводи качей зі своєї крихітної донечки. С мужем там, конечно. Живаю, не болит ли у нього заусенец на пальчике. А що случилось? Та мама тиктокерка Диана. О, отсердно. Я преподаю в школі блогерів і стою в ассоційі блогерів Дніпра. Як она ведь із маленькими дітьми, а ты в нос... Чому я в якій ассоційі не стою? Психотерапевту или псих... 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 психически душевно больних людей. Мов досконалюється. В декрете можна развиватися, а не деградувати. Матусі вже дізналися, чим бездогенна господиня Оксана поплатилася за свої вагітності. У мене розпалились всі сустави. Боль невинносима. Мене оформляють на третю групу інвалідності. І вона все одно жертвує собою. А Яна розповіла, як розчиняється у своїй дитині. Я дуже тревожна в плані моєго дитиня. Адже її шлюб на межі катастрофи. Ми не спимо місяця. Це правда. Шість місяців. Я хочу бути любимою, Ваня. Я хочу, щоб ти мене любив. Я буду старатися. А зараз майстер-клас із сучасного материнства проведе прокачана гуру тік-току Діана. Мене звати Діана, мене 28 років, я блогер і тік-токер. В інстаграмі у мене 57 тисяч підписчиків. Я преподаю в школі блогерів. 139 тисяч підписчиків тік-токерів. Я стою в ассоції блогерів Дніпра. Добре втро, мої дорогі підписчики. Ви мене завалили директ вашими вопросами. І що ви скучаєте, мені безумно приєдно. У мене дуже успішна сем'я. Моєго мужа звуть Світослав. Він мастер спорта по плаванню і многократний чемпіон України. Ми з ним шість років в бракі. У мене двоє дітей. Старший Світослав, йому 4 роки, і младша Софія, йому 2 роки. Скільки у мене діток? Два! У дітей должна бути свобода. Вони можуть самостоятельно выбирати одежду, в которой пойдуть в садик, в еду, которую будуть кушать, і проявляти себе в творчестве. Ну, тут пока на камеру пообнимайте маму. Сонечка, какую шапочку оденеш? Цветнуєю чи розовую? Я супермама, потому що своїм примером я показую, що в декрете можна розвиватися, а не деградувати. Главне – не забувати уделять время себе, і тогда будуть счастливі все вокруг. А діти всегда счастливі, коли счастлива їх мама. Ну, не завжди, але це дуже важливо, так. Якщо мать счастлива і забіла на дітей, самі ваші діти счастливі. То яких успіхів досягла Діана у віртуальному і реальному світі? Трійця конкуренток зацінить усі її лайфхаки. Діана навчила адресу, це був адрес офісного центру. Коворкинг якийсь, так? Я удивилась, що ми тут взагалі робимо. Ну, так. Добре утро, дівчі. Я рада вас приветствувати в своєм офісі. В своєм офісі? Я б назвав би це просто арендовано сейчас поміщення для якогось зустрічі, а не в своєм офісі. Очень громко це все звучить. Коворкинг, да, популярна штука. Можеш там на какое-то время арендовать поміщення. Каблучку, вся при собі. Бізнес-ліди. Скільки стоить снять здесь офіс? Я снимаю офіс за 300 доларів в місяць. У мене тут школа блоггерів. Зараз ми знаходимося в переговорній. Я здесь провожу свої івенти. Діана, що такі івенти? Мероприятия. Насті умственні качіства ще розвивати та розвивати. У Насті с цим туго. Я блоггер. Я вхожу в ассоцію блоггерів Дніпропетровська. Що це таке офісі? У нас там... Ассоціяція? Я блін, скільки, блін, занимаюсь этим делом? Без понятия, що є якісь ще ассоціяція. 50. Ми всі об'єдінились, тому що у нас общі інтереси. Ми єдиномішленніки, і це дуже важливо. У нас дуже багато хейтерів в сети. І нас не розуміють прості і смертні, як ми. Прості і смертні? Ааа. Аяпл, ви типо богі. Ну ладно, хороше, що я хоча б там не состойю в этой ассоціяції. Насоваємо міжду собою. Я веду школу блоггеров для дітей, тому що сейчас це дуже популярно всіх. Ну, тому що дітям в основному потрібен тікток. А не давай по-прямому говорити, що тікток – це самая підходящая соцсеть для дітей. Дальше там інстаграм, ще дальше ютуб. Хочуть стати блоггерами. О школі блоггерів я знаю. Я думаю, це інформативно і полезно. Це як прочитати книгу. Бред вообще силой кобыл. Ну чому там можна научити? Як снимати видео? Каку кнопочку нажати? Як вставити музику? Наверно, які-то банальні віщи по тіктоку. Знаю, є знання, да, українська література, є математика. Англійська. Є читання, не англійська, да. Які знання ви даєте? Як правильно вести контент? Как делать красивые фотографії? Ми помогаємо зробити аватарку. Прописываем вместе шапку профиля. Окей, нічого плохого там не вижу. Диана, серйозно елементарные вещи. Не, тут скажу так. Для кого-то елементарно, для кого-то реально, блин, нихерна не елементарно. Вот я вот в этом уверен. То, що для кого-то просто кажется, когда ты постоянно це все делаєш, то для другого человека, типа, вот ты только что спросила сама, а що тако елемент? Вот видиш, ти нахрен не знала, що тако елемент. Скільки курси стоїть на це все? Курси стоїть абонемент 1200 гривень. Недорого. Я считаю, що для самореалізації ребенка це не... А це за один урок 1200 гривень? Или абонемент, правильно? А слово абонемент – це якось там, не знаю, 4 занятия, 6, да? Ну, то це дуже приєтна цена. Деньги. Я би свого ребенка не отвела в таку школу, потому що це выкачка денег. Лучше за ці деньги отдати дитину на секції. Ну, отдавать, щоб дитина ще довше приділяла внимание ТикТоку, а не школі – це глупість. Я скажу так, я не вижу ничего там плохого. Я че-то слышав, ну, да, що-то, наверное, снято. То, що сейчас... Це вообще две різних. Тот же саме криптовалюта, биткоїн. Раньше я че-то слышав, ну, биткоїн, ну, що-то, де-то, як-то. А сейчас я тож в це внедряюся, я че-то нове і познаю, изучаю, тому що мир розвивається. Нужно успевать за ним. І нічого плохого нету в тому, що... Ну, школа ТикТока, окей. Сьогодні я вам проведу мини-лекцію, як обычно проходит обучення в нашій школі. Давай, посмотрим. На моїх інтенсивах, поэтому я вас прошу прийти. Це безплатна акція. Сьогодні, да. Ждусь з нетерпением, тому що я тож блогер, і мені прям действительно інтересно, що ж ти нам сьогодні покажеш. Давай, оценимо. Для початку ми определяємо своє позиціонування. То есть мы берем, я помогаю выбрать тематику, в какой вы будете вести свой блог. Оксаночка, напиши, пожалуйста, на листочке несколько пунктов, как ти себе можеш охарактеризувати. У мене все бомба. Так і напишемо. Оксаночка, внимание, я веду лекцію, я тебе говорю, ти слушаєш, а потім задаєши вопросы. Я помню, вона любить готовить, а-ля кулинарію в Тік-Токі можна знімати. Тоже дуже класно заходить, красиві подачи, кадри, рецепти. Так, в Тік-Токі є. Ти пишеш, хто ти, чим ти займаєшся. Тобто ти мама, своє увлечення, хобби. У мене є страничка в інстаграмі. Я і сама написала, що я мама трохи дітей. Хіба це непонятно. А і ти до тебе платить 1200 гривень, щоб ти мені в цьому допомогла. Блин, ну дурастика якась. Це називається розпаковка личності. Це дуже класний тренинг. Покажи, як ти снимаєш видео. А ми ще сподіваємо, ми хочемо це чи нет. Ну, тако. Я б назвав це більше провокациєю. Це знаєте, якось, якось, попросить мене, покажи, як ти снимаєш видео. Ну, со сторони, це зараз можна збачитися дуже нелепо. Без музики і так далі. Це ще буде збачитися, типо, боже мій, да? Дякую за перегляд! Дякую за мной. Давай. Ой, валяй. Ну, в груповой більш популярний. Что нужно делать? Повторяйте. Движения очень прості. О, ага. Сначала начинається входна музика. Ви двигаєтесь в свободний маня. Треба й тверкать. А потім делаєте так. Раз, два, три. Три, два, один. Сначала двигаєшся. Три, два, один. Раз, два, три. Бинго. Вау! Боже, як я все це время без цього жила. Це так полезно. Це так розвиває. Дяна, ти така молодеца. Дяна, зачем це вообще тебе потрібно? Це моя робота. Ну, вот, как по мене, это *** какая-то. Девочки конкретно обесценивали мой труд. Так как этот курс им достался бесплатно. Именно поэтому наши консультации платные. Нет, поэтому люди туда приходят, они понимают, зачем они идутся. Это тот момент, когда оно всем нахрен и не надо. Это, ну, это нормальная реакция. А что ты хотела? Если человек этим не... Знаете, это меня послает на кружок по вышиванию. Кто-то, блин, с радостью туда пойдет. Кто-то, блин, хочет узнать какую-то новую технику. А меня туда посадить скажу. И, блин, и нахрена оно мне? Если у меня к этому стремлению нету, мне неинтересно вышивать. Хотя для другого человека это пипец как интересно. Так же самое здесь. Вот ты получила, в общем-то... Скажи спасибо тебе, вот, один человек, реально, ему было интересно, потому что она блогер. Для того, чтобы человек понимал ценность, за три месяца школы у нас более десяти довольных учат. А, три месяца? То есть это 1211 стоит три месяца? Или нет? Если три месяца 1200, это вообще халява. Ну, если там реально что-то такое интересное учат. Все, что я говорю, вы воспринимаете в штыки. Если вы слышали такой термин мышления нищеброда, который вы сейчас так яро демонстрируете. В чем это мы, б***ь, именно? Ты же стираем мышления нищеброда. Ты только что, я сама почула, что ты только что, б***ь, сказала. Конечно. Это такой психологический термин, когда человек считает, что лучше экономить, чем больше зарабатывать. По-перше, такого термину не существует. Карпачо взял и все проверил. И Диана щойно перейшла на особистости и обраду конкурентов. У вас мышление нищеброда. От чего ты ожидала себе в ответ услышать? Другой, я вижу, что вона очень не уверена в себе, адже 5 минут критики, и вона полностью втратила контроль над собой. Да, пошла так же учать. Потому что вона и решила быть тренером, а тем паче в публичном просторе, попрацювати над своей стрессостейкостью и уверенностью. Ну, раз мы такие нищеброды. Сколько ты денег в месяц зарабатываешь? Я зарабатываю от 2000 долларов в месяц. Угу. Что-то мало верится, если честно. Ну, ладно. Ну, либо у нее там просто огромный поток людей, может, человек там, не знаю, сколько там, под сотню ходит или что? Я не поверила вообще. Потому что так, как выглядит Диана, это не женщина, которая зарабатывает 2000 долларов в месяц. Нет, ну, 2 это не 20, 2 вполне реально заработает. Ну, непонятно, как бы, вроде сумма небольшая-то. И все зависит, на самом деле, конечно, от количества людей, хотя на большую сумму может прийти много детей. Хорошо, проверим. И не только детей. Ты можешь открыть свое приложение с доходом? Я не горю желанием тебе сейчас показывать свои расходы, доходы, то есть ты не мой бухгалтер. Я не преследовала цели доказать им что-то. И если они в это не верят, то это их личный выбор. Пускай не... Кто ты вообще по профессии? По профессии я инженер авиационного приборостроения. Когда мне было 23 года, я окончила университет и познакомилась с мужем. Он многократный чемпион Украины по плаванию и сейчас тренирует деток. До беременности я делала маникюры. Вот это карьера. Вид маникюрщицы в эксперты соцсети. Я бы таким экспертам не доверяла. Я очень открытая, очень общительная. Когда я родила первого ребенка, мне было тяжело в декрете. Я не могла с ребенком продолжать ту бурную деятельность, которая у меня была. Какая бурная деятельность у тебя была до ребенка? Наращивание ногтей? Не хватало денег ни на что. Поэтому я начала вести Инстаграм. Я смотрела других блогеров, смотрела их историю успеха. Я хочу сказать, что женщина в декрете может зарабатывать. Я развивалась, я тратила деньги на курсы. Свидание с телом, расширение финансового сознания. Телепорщик уже зарабатывал. Марафон отношений. Было бы желание. Я расширила свое сознание. Это колоссальный личностный рост. Я на личном опыте показываю, что все возможно, рамки только в нашей голове. Ты сказала, что закончила курсы «Любовь к своему телу». Да. Что преподавали тебе на этих курсах? Это был трехнедельный марафон. Надо полюбить себя. Как можно быть в ресурсе, как можно наполняться. Подожди, а в этом марафоне было задание ходить три раза в неделю в спортзал, заниматься своей жопой, фигурой? Конечно. А почему ты не делала? Почему я не делала? Ну, потому что по тебе видно, что ты не посещаешь спортзал. Ну, конечно, тоже. Что одна, что другая. То есть та унижает, а ту унижает. Я для себя открыла инструмент принятия, и они преследуют цели изнурять себя тренировками, для того, чтобы кому-то доказать, выставить свою грудь на показ, чтобы меня оценили и сказали, да, она молодец, она ходит в зал. А марафон желаний, что это такое? Для начала мы писали список желаний, которые мы хотели, потом мы разбирали, потом мы учились правильно формулировать свои желания. Какое задание конкретно ты делала, что твое желание сбылось? У меня была с детства мечта сделать калаш из своих фотографий на стене. Что? Мечта сделать калаш из фотографий на стене? Мне это казалось нереальным, но я этого очень хотела. Но это же элементарно. Печатаешь фотографии, вешаешь их на стену. Странная мечта, согласен, ну то ладно. Элементарно, Ватсон. Зачем проходить еще для этого марафоны? Одна из классных техник, это, например, ты пишешь желание, я хочу яхту. Допустим, самое простое желание, которое может быть у человека, блядь, это яхта. Вот знаете, вот все, блядь, в жизни уже есть, блядь, вот, чего мне в не хватает, блядь, яхты, блядь. Сука, блядь. Ааа, блядь, дом у меня уже, блядь, машины, блядь, яхту хочу. Вот, блядь, вот живу, сейчас сижу в общаге, жру сейчас доширак, и вот думаю, эх, яхту бы мне. Блядь, ну ты еще не знаю, напиши там собственную ракету, на которую можно в космос улететь. С этим яхта стоит миллион долларов. Я рисую вот такую сеточку, один квадратик, это 10 тысяч долларов. Я отложила 10 тысяч долларов, я закрасила квадратик. И когда я закрашу весь квадратик, я смогу купить яхту. Серьезно? Если ты там такому обучаешь, господи. Гениально! Получается, вы на плате за эти курсы. Не, ну это сейчас только что был бред. Как нас собирать на айфон? Ну если вы будете зарплату откладывать по тысяче гривень в течение двух лет, у вас будет почти 25 тысяч гривень. Вы, по идее, можете купить простенький на айфон. Ха! Вот вы достигли цели. Спасибо, не надо денежку сюда. Серьезно? Про что мы знаем еще с детства, как надо экономить? Мне просто жалко выкинуть эти гроши. Как экономить, многие знают. Как зарабатывать, вот тут проблема. Непонятно куда. Я читаю, я кислухо трон. Они застряли в своих ограничивающих убеждениях. Не, ничего, мне понравилось. Мне было полезно, я даже приду домой и сделаю сегодня вот эти вот квадратики, потому что пора покупать новую машину. Не, ну вам нужно, потому что вы, блин, собирать не умеете. Это правда. Кто помнит предыдущий выпуск, зарабатывать 3 тысячи долларов и просрать это все на ресторан и оставаться с голой жопой. Ну такой себе вариант, согласен. Тут нужно просто уметь правильно распределять свой доход. Но вот то, что она показала... Я считаю, что люди, которые проводят эти марафоны, это... Нет, я не думаю, что все инфо-цыгане. Неправда тоже. Что значит инфо-цыгане? Человек правильно продает информацию. Называется ли это инфо-цыганством? Блин, так психолог так же само продает тебе информацию, свои знания. Ты же не называешь психолога инфо-цыганом? Ты тоже ебаный? Да, я ебаный. Если Настя удобно ставить на мне штамп ебаный, пожалуйста, я считаю, что этот термин придумали хейтеры. Позиция «Никому ничего не доводить» загалом здорова. Но в случае Дианы я вижу подминку понять и оправдания. Щоразу, когда она не хочет ответить отверто и щиро, но она прикрывается психологическими терминами и модными фразами из социальных мереж. Я, конечно, не увидел, в общем-то, бесплатный что-то, какой-то курс. Что мы только что увидели? Я поняла, что это успешная семья, что живут они престижно, хорошо, что, скорее всего, мы приняли. Они зарабатывают 2000 долларов в месяц. Нет, это тоже деньги, но это не какие-то космические деньги, что ты должна себе представить, там, дом хай-тек за миллион долларов. Какой-то загородный дом. Тем более мужик-тренер по плаванию, я не думаю, что он там колотит десятки тысяч долларов. Да, молодец, то есть там чемпион мира по плаванию. Но не думаю, что там бешеные деньги от того, что он тренирует деток плаванию. А, ну вот, простой домик. Ну и ремонт даже очень старый, уже видно. Девочки, проходите. И тут мы заходим в квартиру, и я просто в шоке. А, даже вот так все, да? Я даже не знаю, сколько там, наверное, 25 квадратных метров, если не меньше. У нас однокомнатная квартира, и мы там живем в количестве 4 человека. Доброе утро. Ну, маловато места для четверых. Сейчас они спят, а она, муж и двое детей, все в одной комнате. Жаловать. Давайте не будем застаиваться в пороге, и сразу пройдем на кухню. Мы с радостью. Заходы мои кидаются в глаза. Реальный бардак. Бампер сваляется. Мусорка повод. Ну, я не сказал, что тут полный срач. Неправда. Нет, не придирайтесь. Да, ну, такой, чуть-чуть и захламленность. Но сказать, что прям срач, типа, прям тараканы бегают. Нет. Да, просто нет. Да, ну, типа, у них, я так понимаю, негде сушить вещи. Вот поэтому это такое вот у них гирлянда на кухне. Высять, над столом доедять. И при этом в хламе красиво лежит сыр выкладанный, пироженки, десерты. Девочке я заказала вкусняшки. Пойти в магазин, купить вот эту кучу сыров, потом нарезать. Это очень много времени и проще заказать. Супер. Мне даже не хотелось это пробовать. Из-за того, что кухня была такая грязная, это просто отбивало у меня аппетит. Диан, ты знала, что мы приедем? Это бы не смущая ничего. Типа, что, трусы висят? А, я знала, что вы придете, поэтому я заказала клининг. А, то есть тут уже убирал клининг? Да. Ну, здесь нет порядка, здесь нет чистоты, здесь крошки, грязный пол. Посмотри на мой... Ну, я не сказала бы, что грязные, они придираются. В плане грязи я не вижу, вот в плане то, что что-то везде все валяется, разбросано, трусы висят. Странно, если даже перед гостями ты не снимаешь трусы с вешалки. Ну, типа, посушила, ну, сложи, убери. Ну, как-то такой себе картина, заходишь на кухню, стоите, да, а тут такие труселя свисают. Ну, не знаю. Носки. Блядь, ну, нашла еще где потрусить. У нее антисанитария, и даже клининг ей не помог. Я не знаю, почему ты лукавишь, но тут реально не было клининга. Клининг набирал вчера, а детки уже успели пораскладывать. У меня двое маленьких детей, которые бегают. Два маленьких детей. Это что, грузин? Что-то общается так. У меня два маленьких ребенка, два маленьких детей. В квартире как ураган, и наводят хаос, поэтому я не вижу смысла 24 на 7 за ними ходить и убирать. Здесь каждую неделю убирают клининг. Посмотрите, девочки, вообще сюда. Ой, мовчи, мовчи, не помнишь, может, там вообще что-то знает, да, какой-то зверя. Там просто вот так вот вычищать можно было. Вот реально, если взять чайную ложку и так вот все шкрепсти, она просто наполнится. И таких ложечек еще 10 можно у нас собирать. Ну, клининг плохо работает, если он есть. Все делается очень поверхностно. Там где-то не доубирали, но это лучше, чем если бы они не убирали вообще. Вот смотри, лежит памперс. Детки маленькие, утром малый снял подгузник, и мы быстро побежали в садик. Я не представляю, что детина иди, снимает и кидает просто додолу. Ой, тут просто, блин, ужас. А если там какахи, он тоже может снять, кинуть и пить. Это абсолютно нормально, ведь они дети. Да убери, ты, бамперс, ты понимаешь? Я проходила курсы по организации пространства. Но дело не в том, что я не знаю, как убирать. Я просто не хочу тратить на это так много времени. А нахрен ты за курсы проходила? Я проходила курсы по организации пространства, но я как бы ничего не хочу делать. Нахрен ты и про выходила курсы? Идите в жопу. Где у тебя мусор? Выкинь вот этот памперс, господи. Бляха, муха, серьезно. Ты поняла, мы пришли просто поубирать. Вот что значит делегирование. Я просто делегировала это девочкам. Можно подивиться твой шкафчик? Пожалуйста. Там таракан, попсовый, ты знаешь? Это воображение. Воображение? У меня нет таракана. Сашу, Сашу. Видишь, эта штучка, она таракана. А, у меня нет таракана. Видишь, та штучка от тараканов. Значит, тараканы есть. Никто не ставит штучку от тараканов, когда у тебя нет тараканов. Логически все. А зачем штучка от тараканов? Если тараканов нету, да? Такий случай. Ага. На таблеток, а что ответила? Ну, конечно. Просто так средства от тараканов никто не купляет. Не бывает дыма без огня. И тараканов я бачила собственными глазами. Верю. Если бы туда бы убежали мыши, я бы не удивилась. Потому что, ну, как бы обычно в таких... Не, ну, блин, слушайте, до мышей очень сложно добраться. Тем более высокоэтажки. Если у тебя одноэтажный дом, там и так далее, первый этаж, да, там их легче будет найти. Но высокоэтажки это прям... Надо очень постараться, чтобы мышь завести. В пословиях они и заводятся. А что вот это? Варенье. Ну, вот смотри, оно засохло. Оно даже на варенье не похоже. Я попробую, мне же на тебя же... Оно дубовое, да? Там надо молотком. Варенье задубило. Ха! Ну, она просто испортилась. Диана, ты реально покормишь таким вареньем своих детей? Ну, сначала я попробую. Если она хорошая, то да. Я не хочу. Девочкам не к чему было прикопаться, и поэтому они привязались к варенью. Я не хотела его пробовать, потому что я не преслед... Зато успешная личность состоит в ассоциации тиктокеров Днепра. Цель и кому-то что-то доказать. Если вас смущает, я делаю это вот так. Нет, если вас смущает, ты должна забить болт. Это твой дом. Но ты делаешь вот так. Я так решаю вопросы. Диана, если бы у меня вот такая болоб, я... Не надо меня нагружать. Нагружать. Грузить. Это реально жесть. Шок-контент. Тебе это не напрягает? Оксана, в отличие от тебя, я не живу на кухне. Какое отношение материнство имеет к тому, что там что-то недоубрано? Тебе самое элементарное, вот столик неубранный. Твоя дитина тут седает кушать. Ты понимаешь, что тут грязно, дитина знает. Дитей приучают до порядка самого маличка. Ласковая моя. Дитя завтракал. Покушал хлебец. Да, мы торопились, чтобы не опоздать в садик. Дитей мы приучаем самого маличка до порядка, поверь мне. У меня все в пределах нормы. Это жизнь. Это просто такой период. У меня ребенку два года и четыре года. Они еще не в состоянии убирать за собой. С появлением детей в квартире пропадает порядок, но только появляется счастье. Угу. Окей. Диан, у тебя двои детей, правильно? Холодильник посмотрим. Хочу посмотреть, что ты им кушать готовишь. Давай. Боже, ничего толком не лежит. Фруктів немає, овощей немає. Ничего. Тут еще по сравнению с этой блогершей. Так еще что в холодильнике есть? Такое не снизу лежит. Да нет, ну не преувеличиваю. Вон вижу, сурок стоит. Что-то приготовила. Диан, ты покупаешь овощи или что-то? Угу. Где они? В сковородке. Что в ней? Овощи, это ты купляешь, да? Ты сама нарезала? Прикинь, да, бывает и такое. Все, это уже бедно, уже поддергивать начинают. Ты будешь тушить дитям? Да. А свежих у тебя немає? Я дивлюсь, а у тебя вообще кроме одной морквини нічого немає. Яблочко. Блин, ну, ну. Это яблоко уже не можно есть, потому что его кто-то уже поедет. Ну, детям есть. Немножко погрязли. Это твой и мужик. А чем ты детей кормишь? Мы после садика заходим в магазин, они выбирают себе йогурты, которые выпьют и выкинут перед сном. В садику дают маленькие порции. Дети садика приходят, они голодные. Им надо постоянно мясо, фрукты, овощи, молочные продукты. Ну, не сказал бы, что во всех садиках дети голодные. Тут, смотря, какой садик, откуда ты знаешь? Это я. Им надо свежая, постоянно еда. Я не кухарка и не посудомойщица. У меня есть приоритеты. Да какие приоритеты? Ну, блин, Диана. Какие твои приоритеты? Ну, выбираю между провести время с детьми и помыть посуду. Я выберу провести время с детьми. Убирать игрушки или сделать себе маску? Я пойду и сделаю себе маску. Тут родители, тут не дети. То есть помыть посуду или с детьми, побуду с детьми. Поубирать либо сделать маску, сделаю маску. Что-то вообще я не могу найти туда логику. Позиция, буду жить в грязном, я не куховарка, мне непонятно. Потому что, ну, ты это делаешь для себя. Почему ты сама не хочешь жить в чистоте? У меня просто очень сходится. Обычно, когда порядок в голове, ты звучишь как очень умная девушка. Порядок, обычный дом. Быт режет на мелкой терке гениальные идеи. Господи, она что, блин, записала себе в блокноте топ великих фраз? Ну, ты віришь сама в это, что ты зараз сказала? Конечно, ты *** не можешь приготовить. Ты поняла меня? Что с этой сковородкой мне? А знаешь, что такое газлайтинг? Не ***, ты поняла своими этими газиками, шмазиками. Тебе только одни в глаза, блогерство и все. Если ты будешь, ты поняла, хозяйка, если ты будешь матерью своих детей, то я буду, ты даю прислухаться. Порвало. Я считаю, что девочки просто на другом уровне развития, а я выше быта. А девочки, так как вы сегодня пришли в гости, у меня не было возможности забрать детей из садика, поэтому их сейчас приведет няня. Вы идите сидят с няней? Да. Часто? Когда мне нужно на какие-то проекты. А кто няня? Пожилая женщина, которая работает у нас консьержем. Бляха-муха. То есть взяли какую-то бабку, которая работает консьержем. И я так понимаю, они просто ей доплачивают, чтобы она временно... А если она работает консьержем, она работает какие-то свободные дни, она забирает. Я еще не смогла смириться с мыслью чужой няни, поэтому мне комфортнее оставлять детей с бабушками, с нашими соседками. Если бы она зарабатывала 2000 долларов, она бы оплачивалась и беспокойно нянь. Дианы нет таких... Не, няни на самом деле не дешево стоят. Спокойно там оплатить не так уже просто. Там если хорошая няня, то тоже надо... Ну, такое минимум косарь в месяц долларов. А то, может, и больше есть разные няни и... Поэтому ее дети сидят с консьержкой. Так, давайте знакомьтесь. Это Святик, 4 года. Привет. И Сонечка, 2. Как они выглядели, меня повергло в шок. Мальчик неподстрижен. Ну да, как-то очень так. Девочка неподстриженная. Устанная в бежде. Как будто этих детей забрали реально с интерната. Оксана, бедная, аж расплакалась. Диана, это тебе девочка? Да. Чего она такая хрязная? Она игралась. Она пришла из садика. Диана, ты серьезно? Мы все забираем детей из садика, но они так не выглядят. Дырочка там, да? Невозможно так испачкать костюм. Он был изношен. И она просто одела в эти вещи детей. У нее носочки даже, подивися, у нее разные носочки. Ну да, давай. У меня в голове просто не вкладывают. На тебе садик, у батьки дивляться, у воспитателей дивляться. Как они за тебе в первую очередь думают. Это вообще-то тренд. Нет, нет. Сейчас даже специально продают разные носки. Ну ты же одела не по тренду, потому что ты... Есть целый челлендж, когда люди одевали разные носочки, устраивали фотосессию. Как часто подстригаешь ты? Ну девочку я не подстригаю, я ей хвостики делаю. Сын у меня ходит в барбершоп. Диана очень запустила детей, и от этого их стало жалко. Ну я не сказал бы, что прям очень, но видно, что не уделяет прямо должное внимание детям. Да, чувствуется. Хотя дети очень симпатичные. Это ага-то малой в наклейках обклеенный. Как так можно без ответственности? До своих летненьких. Они еще такие манюсенькие. Бля, посмотрите на него, как он выглядит. А, блин, все эти вещи стираются, наклейки слетают. Или что это, я не могу понять. Я так за своими детьми дивлюсь, а ну такого мне не кула. Как это влияет на их развитие, на их состояние? Мы прививаем им любовь самого маличка. Мы пригучаем, как красиво они вдеваются, как мы ухаживаем за ним. Я тебе говорю, это жестяк. Дети регулярно пачкаются. Если я буду постоянно так эмоционально, как Оксана, реагировать на грязные вещи, я не знаю, сколько я выдержу. Вони же пришли с садика. Чего ты их сладким кормишь? Они пообедали в садике, поэтому десерт. Сонечка, что ты кушала в садике? Суд. Я кушаю суд. Святик, ты вообще наелся в садике? Нет? Дети накинулись на сладкое, они были голодные. Мам, зачем ты ей новое даю? Она попросила, я дала. Мам, мам. Хочешь тоже? Все десерты, которые приготовила нам Диана, их сели дети. То есть если бы Диана нам не заказала... Ну вы же не хотели, так все. Сладости и сыр, ничего бы они не ели. Скажи, пожалуйста, в каком количестве в день она ест шоколад? Пару конфет. Зай, ты любишь шоколад? Ты можешь много его съесть. Я за здоровое пищевое поведение. А здоровое пищевое поведение это зажраться шоколадом? Я не буду их вгонять в комплекс, крича, ругая, отбирая эту конфету. Диана снова подменяет понятие. Своё небажание готовить и прищепливать детям. Справді здоровое пищевое поведение. Вона прикрывает турботою про их психологическое здоровье. Та аби не довелося кричати та відбирати цукерку у детей, що дійсно станет для них стресом. Варто просто мати вдома широкий вибір продуктів та корисних перекусів. Это вредит его зубам и нервной системе, потому что от того, что они съедают очень много сладкого, они становятся гиперактивными. Пищевая зависимость. И потом они могут разнести квартиру. Ну я не думаю, что это именно так работает. Ну подсаживать на жёсткий сахар – такое себе увлечение. Поэтому мы занимаемся спортом, плаванием, футболом, борьбой. У них есть куда давать энергию. А чем ты занимаешься? Футболом, а не борьбой. Борьбой? А когда ты последний раз занимался борьбой? Я не знаю. Диана однозначно нам наврала. Максимум он ходил на одно-два занятия. А когда и водить детей на занятия, она тикток снимает. Мам. Она ещё ребёнку дала? Мама. А мы уйдем. Аклой. Какой у тебя мультик? У них у каждого свой айфон, чтобы они не брали мой. Стой. Не пачкай, мама. Диана, она у тебя так не упадёт? Ты не пристёгиваешь? Нет, я её держу. Девочка стала залезать на стульчик. Это небезопасно. Боже, я не знаю, если бы у меня Милана так встала, я бы уже вот так вот на ней трусилась. Не, ну она её держала за руку, ладно. Что делала Диана в этот момент, она смотрела в телефон. Ты смотришь и туда, и в телефон, я не знаю, оно так стояло, небезопасно. А я в телефон сейчас не смотрела, и да, это апгрейд. С двумя детьми ты начинаешь привыкать к более стрессовым условиям. Мама, мама, у меня нужный звук. Я всё понимаю. Двое детей, у меня трое детей. Но когда я вижу, реально п***, для меня это шок. С двумя детьми очень тяжело, ну, я понимаю. Ну, ты знаешь, что можешь... Идём. Мальчик уронил малину с десерта, которого он кушал. Вступил в эту малину, просто размазал это всё по полу. Светик, смотри, а ты видишь, ты стоишь прямо в малинке. Ну, ничего. Ты хочешь переодеть носочки? Ты же вытираешь об носочек малинку. Светик, иди сюда, малыш. Блин, дети не знают, что такое порядок. Такое ощущение, что Диана пытается создать идеальную картинку, которая вот сейчас разрушится. Как можно показывать идеальную картинку, если в тебе дома этого не присутствует и нет? Ой, какая красивая девочка. Девочка к нам пришла в флайд. А подсвали не переодели? Идгузский Джой. Спокойные ночи, активные дни. А зачем ты её переодела? Чтобы вам было более комфортно. К нам. Диана устроила показу. Хочу тоже поразговаривать с твоими детьми, узнать, насколько они развиты для своего возраста. Нью, а велкам. Проходите в зал. Картинка особо не поменялась, в зале тоже было грязно. Ну, ладно, кухня, ладно, Диана не играет. Так, они там четвером, да, вспят? Ну, как, может быть, детская постель скомканная и грязная в таком виде? Тётя принесла тебе подарок? А, пацаны, сейчас куда этот микрофон засунуть? Мы решили понять, насколько развиты её дети. Я думаю, что там полностью ноль. Что здесь нарисовано? Собака. Умничка! Как говорит собака? Какая ты молодец! Ну... Ну, ребёнок знает. Римка! Как ваша, ты умничка! Для двух лет девочка вообще такая смышлённая. Она знает все звуки животных. Какой это у нас цвет? Синий. Умница! А это какой цвет? Это оранжевый фильм. Мало умничка! А ты можешь считать? Один, два, три, четыре, пять! Умничка! Дай пятюре! Опа! Молодец! Они очень умные детки. И это вообще похвально. Ну вот. Я считаю, что это не заслуга Дианы, а это заслуга просто преподавателей в детском саду. Ну, тут я бы сейчас не был таким прям категоричным. Вот уже сразу настолько всё обесценивать. Да, мама, конечно, специфическая, я не спорю. Такая. На любителя, скажем так. Ну, не вся заслуга преподать их в садик и так далее. Ну, наверное, же детьми кто-то занимается. Ну, всё же. Ну, я на это очень надеюсь. Огромное им спасибо. Хоч кто с ними занимается. Тем часом діти Дианы вырешили погратися. Ножки в дырочку. Вот так, опа. Ух ты. Не хочешь? Наски в дельф. София, я всё с ним обвивлю. Ого, это классно. Я вижу просто дикую ярость. Он просто вспылил, пнул эту коробку. Эта коробка отлетела в Софию. Святик, 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 чего ты балуешься? Успокойся. То он не балуется, то у него агрессия пошла. Святик, нельзя так. А София мне принимает коробку. Она же маленькая, Святик. Она не маленькая, она грубая. Она мне бедность, что она маленькая. Хлопчик дуже агрессивный. Диана на це не обращает внимания зовсім. А ты бьёшь сестру? Бью! Мальчик нам показал, с какой силой и агрессией он может ударить сестру. Мне просто стало жалко ребёнка. Ну, это жёстко. В чём она виновата? А як Настя ставиться до власной доньки? Я могу выйти из себя, кинуть в неё тапком. Как собаку. Здесь ничего нет криминального. Докладнейшее уже у наступного выпуска. Ну, это будет весело. Не могу. Пойдём. Настя дуже жёстко, бездушно. А она не плачет потом? Плачет. Ей же, наверное, больно. Наверное, ей не больно. А почему она плачет? Потому что она откакает. Я, в принципе, понимаю, почему он себя так ведёт. Потому что, судя по Диане, ему всё дозволено. Мама девочку не защищает. Диана, почему сейчас ты не сделала ему замечание? Они уже очень устали. В квартире много новых людей. И это адекватное поведение. Это адекватное поведение? Честно, мне хотелось в этот момент наорать на Диану. Я просто не могу позволить себе такой бестактности, когда рядом дети. И чисто из-за детей я сдержалась. Святик? Пап. Ты часто бьёшь сестру? Да. Почему между твоими детьми такая ненависть друг к другу? Я понять не могу. Ну, вообще, как бы это адекватное поведение маленьких детей, это выражение эмоций. С точки зрения детской психологии у моих детей адекватные отношения. Святик очень любит сестричку. Да, прям с ноги можете приписать. Но он ребенок, ему тяжелее держать эмоциональную стабильность. Так, детячие ревнощи явище разповсюджено. Но в этой ситуации 4-летний парень уже может усведомить, что бить сестричку не следует. Но Диана несколько раз наголосила при нём, что такая поведение является нормой. Потому что парень считает, что это не дурак. Выховывать тут треба насамперед маму, а не детей. Ты так понятно. Диана, зачем ты пришла на проект Супермама? Потому что Супермама это не... Ну, я скажу, наверное, зачем. В первую очередь, наверное, из-за того, чтобы как-то пропиарить свои курсы, что записывайтесь ко мне на уроки ТикТок. А мне кажется, это тоже была её цель. Это женщина, которая целыми днями только делает, чтобы за детьми убирать. Есть разная классификация мам. Есть контролирующая мама, есть депрессивная мама, есть агрессивная мама, а есть ленивая мама. И самая лучшая мама – это ленивая мама. Потому что дети учатся быть самостоятельными. Соня может открыть свой шкафчик. У неё вот здесь вот лежат её вещи. Она может выбрать, что ей одеть. Платьишко или футболочку, или кофточку. Открываю шкаф, запах, запах этих вещей не очень хороший. А это она складывает грязненькие носочки? Ну это да, она пришла, положила, я ещё не убирала. Когда я взяла одну кофточку, я просто ужаснулась. Это вообще лучше их не одевать. Сразу так голые побежали и помыть легче потом. С этого аппарата высокого давления. Это всего лишь тряпки. Она что, не понимает, что когда они подрастут, дети им такие же самые начнут делать замечания. Это может сказаться на психике реально. Зазвичай аккуратность формуется на основе приклада дорослих. Тож у неохайных родителей навряд ли вырастет аккуратность. И матуси правы в том, что до детей с плямами на одязи будут ставиться передано. И вообще у меня такое впечатление, что Диана совсем не пиклуется про будущее своих детей. Адже охайной человеке намного легче найти друзей и партнеров по жизни. Стирать ты не умеешь, гладить ты не умеешь, убирать ты не умеешь, детей воспитывать не умеешь, жрать не наварено, а ты в тикток снимаешь. Диана, тебе вообще все равно на то, что мы говорим? Да. Как бы у меня хейтеров в инстаграме полно. Мои ценности отличаются от ценностей девочек. И я знаю, что счастье, это когда у меня все хорошо, просто ты выглядишь хорошо. Я смотрю, я вижу полный диссонанс в квартире с детьми, хотя они умные ребята. Такое ощущение, что тебе не нужны просто эти дети. Давайте я вам расскажу эту историю. Садитесь на диван. Мы когда с мужем поженились, мы очень хотели детей. У нас долго не получалось, целых три месяца. У нас долго не получалось, блядь. Боже мой, аж целых три месяца, блядь. Ну, он сказал, ты хотя бы три года. У нас долго не получалось, аж целых три месяца. С мужем мы познакомились на пляже. Он кушал кукурузу. Я подошла, спросила, где он ее купил. Мы разговорились. И в один прекрасный момент он пригласил меня в гости. Когда я приехала, увидела его отношения с племянниками. Я поняла, что это папа, которого я хочу своим детям. А когда потом начались вот эти крики, животики, ты не знаешь, что делать с ребенком. Я не спала много месяцев ночами. Я не успевала ничего готовить. И меня добивали слова мужа, когда он говорил, почему у всех порядок дома. Я не строилась в хорошую хозяйку. И сейчас, когда Свят мне предъявляет, что дома не убрано, я люблю говорить, отченьки бачили, что рученьки брали. Муж второго ребенка, но он фактически сделал без согласования со мной. Ты не присутствовала? Да. Ну, вообще, мой муж специально в меня ку**ил. Я просто не решилась на аборт. Я чувствовала предательство мужа. Шикарные отношения, высокие. Потому что я не справлялась с первым ребенком. А тут у меня второй ребенок. Я вообще не воспринимала в этого ребенка. Мне было безумно больно за эту девочку, потому что ребенок, он должен быть желанным, он должен быть планированным. Когда она родилась, стало все еще сложнее. Ну, был конкретный буллинг со стороны свекрови, что я не справляюсь. Поэтому у меня дома не убрано. Может, человек хотел просто... вразумить ее. Потому что Диана реально... У меня после рождения Сони началась сильная депрессия с желанием покончить жизнь самоубийством. У меня было чувство беспомощности. Мне казалось, что я связана по рукам и ногам, закрыта в подвале. Я не могу никуда выйти. У меня не было поддержки. Мне хотелось просто кричать. Я это все конкретно психологически не вывозила. А их было двое. Разрывалось. И в один день я звонила маме. Я говорю, мам, я стою на 12 этаже. Я на руках. Ой, я детей. Я говорю, я не хочу жить. Я ей позвонила в 12 часов ночи. И в 7 утра она уже села в поезд. Взяла только халаты, тапочки и приехала. Она нам стирала, готовила. Меня настолько вот просто разрывало по кусочкам. Тогда я начала вести блог. Тогда я начала проходить курсы, на которых мне рассказывали про личные границы. Про то, что есть мои желания. И есть навязанные желания. То есть, когда я писала первый список, желание я писала, я хочу стать хорошей хозяйкой. А потом нам объяснили, что чужие желания делают тебя несчастной. Диана хочет, чтобы ее услышали. Поэтому она бежит в этот мир Инстаграма, чтобы хоть где-то избавиться от этого груза, от этой боли, которую она носит все время с собой. В ближайшее время я не хочу детей. Я взяла уже все в свои руки. Судя по тому, что происходит, не факт, что ты так сильно прямо решаешь. У тебя второй ребенок получился и без твоего желания. Она оставила спираль. А она обезопасила себя. Что описывает Диана, это классическая картина после пологовой депрессии. И в такой ситуации все ресурсы родины должны быть направлены на помощь женщин. Частину обязанностей молодой мамы нужно взять на себя, а ее как-то быстрее отправить к психологу. А что на все это скажет чиновник Дианы, який сам и повернулся додому с тренуванья. Привет. Муж. Высокий, красивый парень. Видно, что он спортсмен. Девочки, знакомьтесь, это мой муж Святослав, многократный чемпион по плаванию. Это все, что ты можешь обо мне сказать, а как же суперпапа, любящий муж? Ну это все ты сам расскажешь. Хорошо. Вы пока пообщайтесь, а я пойду к деткам. Да, мужик вижу пальцем делан, да? Слушаю вас. Почему вы такой красивый, ухоженный, подстриженный, а вот, к примеру, ваша дочка и сын вот похожи на домовятку? Ну вы знаете, все в жизни относительно. Например, для меня они очень прекрасные детки, замечательные, красивые, хоть и прическа их чуть-чуть отличается от моей. Опять-таки, вы такой сидите весь чистый, ваша жена тоже. А мы вот заглянули в шкаф. Почему ваши дети носят такую отвратительную одежду? Это нормально. Можем продемонстрировать. Сегодня вы видите грязную одежду, вчера там лежала чистая одежда. Временами меняется все. Ты понимаешь, что даже разные. Так, заготовлены ответы. Да, но вы смотрели такой прекрасный фильм «Пеппи длинный чулок»? У него есть ответ на все. Говорит красиво, Дианан муж, конечно, умеет. Как будто он, в принципе, готовился к нашей встрече, как будто он уже заучил ответы. Ответы. Кто в вашей семье зарабатывает деньги? И я. Доход мой является доходом нашей семьи. Про доход супруги я, честно говоря, не особо знаток. Смотри, Светлана, Диана нам заявила, что она зарабатывает 60 тысяч гривен в месяц. Ух ты, вот это у нас крутая жизнь. Скорее всего, он что-то не знает. Я такими цифрами не владею. О чем это говорит? О том, что Диана нам опять наврала. Хоть бы с мужем легенды сверили, чтобы врать одинаково. Какие у вас расходы? Расходы, как и у всех людей? Это еда, коммунальные услуги и дети? У всех людей разные расходы. Если муж такой крутой спортсмен, как рассказывала Диана, то почему им тогда хватает только на еду и на коммуналку? Я так понимаю, что зарабатывает он немного, и она, соответственно, тоже. Святослав, это, скажите, кровь или компот? Вы знаете, мы не убираем специально это пятно, потому что мы очень любим вспоминать один романтический вечер нас с женой, и именно вот это то самое вино. А вы вот квартиру снимаете или это ваше? Потому что к своему я бы так не относилась. Квартира наша. Лично ваша или ваших родителей? Лично родители, лично моя. Лично родители, или лично моя. Я так понимаю, ваша мама? По документам, да. Я понимаю, что этот весь детский сад содержит по факту мать мужа. Потому что, как мы выяснили, квартира – это родителей. Диана нам рассказала одну очень интересную историю. Когда у нее уже был святик, ты специально в нее *** для того, чтобы она снова забеременела. Скажи, пожалуйста, как так получилось и чем ты вообще думал? Я это сделал, потому что я этого хотел. А она? Ты какое право имеешь сдавать жизнь в теле женщины, когда это тело не твое? Согласен, неправильно. Ты полный эгоист. Я это делал неоднократно. Я в шоке. В смысле? Я хочу много детей, Диана это знает. Зачем? Потому что... Поэтому она и вставила спираль, думает, я тебе покажу, бля. Я хочу максимально расширить себя на весь мир. Боже, самовлюбленный эгоист. Боже, ты мой. Расширить себя, ты не свои копии создаешь, это отдельные личности вообще со своим характером, своим мировоззрением. Блядь, он что, блин, блядь. Это с головой проблема, блядь. Да. Да, у нее тоже, если честно. Ты же видел, как вы живете? Вы живете в однокомнатной грязной квартире. У нас трехкомнатная квартира, Настя. У нас есть одна комната на балконе, где прекрасно летом сплю я. Ну ты что еще ты зараскаешь? У нас есть прекрасная вторая комната. Короче, ты хочешь скольких детей? Я хочу пятерых детей. Вы не можете разобраться с этими двумя детьми. Какие нахрен пять детей? Точно она будет вызывать соцслужбы, и я просто, я не знаю, чем вся эта история закончится. Диана сказала, что она вообще больше не хочет детей. У нее стоит спираль. У вас разные желания, у вас разные цели. То есть, как будто бы вы оба летаете в разных мирах. У нас небольшой бардак, как вы видите. Чуть-чуть. У нас небольшой бардак, возможно, и в отношениях. Вот язык у тебя подвешен. Он просто сидит, вы будь Дианой, и все. Но быть мужчиной, это немножко другое. Быть мужчиной, это быть ответственным за свою семью. Девушки, мне пора выходить. Спасибо. Я считаю, что Диана сделала ошибку, когда вышла замуж за этого человека. Ролы заказала. Девочки, я решила побаловать вам с ушками. Угощайтесь. Спасибо. Даже без покрывала, просто дает на руки. Все бардак. Первое время чумы. Диана, ты меня, конечно, извини, но целый день был какой-то п***. Диане срочно нужна помощь. Ей нужно перестать ходить по этим марафонам и убеждать себя, что эти марафоны ей помогают, потому что она потеряла реальную жизнь. Все, что я видела целый день, это твоя п***. Диана, это жесть. Это жесть. У тебя дочка и сын. Они очень в тебя умные. Реально. Им просто надо уделять внимание. Самое элементарное. Покормить, поухаживать, поподстригать. Занимайся тем, что тебе нравится. Пожалуйста. Ну не забывай, что ты мама двоих детей в первую очередь. Она живет как в виртуальной реальности. А тут, в этой квартире, надо нести ответственность за своих детей в первую очередь. Но она этого не делает. Спасибо. Но хейтеров у меня хватает и в Инстаграме. Я сейчас задалась целью окружать себя успешными людьми. А девочки, для меня пример токсичности. Сейчас Карпачев будет вставлять. Может, хотя бы Дмитро Карпачев достукается до Дианы. Не факт. Здравствуйте. Витаю вас. Она уже брекеты поставила. У вас есть испытания, думаю, да? Вообще, меня муж отправил к вам с одним четким вопросом. Какие женские обязанности, а какие мужские обязанности, потому что... Это как уже кто как договорился. Думает, что он сейчас ответит? Не, ну он может ответить, как говорится, все стереотипно. Мой муж говорит, что вот мужчина должен зарабатывать, а женщина должна убирать, готовить. Я считаю, что это не полностью женские обязанности. Можно это делать вместе. Женщие и мужские обязанности это про договоренность. Так же, как договорились, я абсолютно согласен. То есть, если вы договорились, вас устраивать, ну и хорошо, пусть он там посуду моет, ты работаешь и так далее. Вы должны договориться об этом. человеком и женщиной. Можут быть любые обязанности, но все это не имеет смысла, если человек не поважает женщину. А у меня склалося впечатление, что ваш человек вас не поважает, потому что эта история с вашей другою вагитностью это, ну, взагалі злочин. А враговуючи те, в каких условиях вы еще живете, это подвийный злочин. Мы мучаем друг друга. У нас токсичные отношения. Буквально на днях у нас был конфликт. Он хочет пятерых детей. Я говорю, хорошо, но я не против, обеспечивай. На что он мне говорит, есть базовые потребности, это еда, крыша над головой, там одежда, который я обеспечиваю. То есть в его понимании макароны на месяц, все это вот базовые потребности. Все остальное роскошь. Вы еще с ним робите разом? В чего я не ухожу? Так. Потому что он отец моих детей, потому что дети его очень любят. Давайте честно, вы считаете, что то, как живут ваши дети, это нормально? Да. Ну, как бы мои дети не ползают. Так все живут, сейчас скажут. В квартире не ловят тараканов с голоду. У них полноценное питание. сейчас баланса не имеет. Дитина это не хатная тваринка, с которой можно пограться, и если ты ее не бьешь, это уже достаточно. У ваших детей жахливые умов. Если так Карпачов говорить, тут уже это... Еще пока маленькие, но когда ваши дети пьут в школу, они, на отличие от других, будут вязать неохайно, в брудные речи и так далее. Да. Придцятые отношения будут. чтобы они их там принижали. Кроме вашего життя, еще есть их життя. Дмитрий задел меня за живое. Ты уходишь от проблем. А он мне говорит, что я ужасная мать. Он тебя сюда возвращает, и как бы тебе нужно решить эту ситуацию. Знаете, что я вам порадил? Перестать залежать от человека. Самостоятельно обеспечить своих детей. Это более перспективно, чем ждать, пока ваш человек изменит свои взгляды на жизнь. То есть, о чем он говорит? Ну, по факту, о чем он говорит? То есть, уйти от него, начни работать. Ну, логично, да. Не с голоду же пропадать и так далее. Ну, и с таким мужиком быть нельзя. Поэтому, единственный вариант стать сильным, идти работать и забрать детей. Согласен, там мужик очень странный. Вообще, типа, как-то вот это вот момент, что она ребенка не хотела, я ей сделаю, мне вообще на тебя насрать. Я тебя вот закупил макароны, радуйся. Ну, ну, такое. Вот очень какое-то потребительское хреновое отношение. Не, она тоже со своими прибабахами. Тут, как бы, знаете... Ну, это да. По итогу я буду какая? Я буду сильная властная женщина, которая будет отпугивать... Не, лучше живи с таким, тогда. Согласен, не надо. Лучше жить с таким. Мужчин. А сейчас вы как? Красавчик. Вы живете в жахливых условиях. Вы сейчас тоже не притягиваете человеков. Это очевидно. Сначала вы забезпечите себе и своих детей пристойным рівнем життя, а потом подумаете, что делать с человеком. Я все услышала. Спасибо. Розговор с Карпачевым дал мне понять, что нужно дитям вообще не определяю внимания. За материнство я оставлю Диане два балла и то воспитатель в детском саду и консьержки, которые занимаются с детьми. А в наступной программе запалюбит Настя. Я певица и телеведущая. У меня уже есть пять песен и три видеоклипа. Ты готова спать с продюсером, чтобы быть звездой? Я не проститутка, я артист. Вот я не верю, чтобы Настя не приводила мужиков. Она просто сказала не говорить. Про что? Про мужиков? Маме приходят мужчины. Оооо, будет весело. Она расплачивается своим телом. Та на что Настя пиде заради перемоги на проекте? Ну серьезно, Настя супермама, я вообще в шоке. А, наверное, многим занижала и самые высокие оценки. Ну, я думаю, там Карпачев будет вытягивать по-другому. Ну, это, ребята, уже все будет, в общем-то, в следующем выпуске, где будем подводить итоги и смотреть про маму, которая водит домой. Разных мужчин И попросила дочку об этом не говорить Ой, жарко будет, ну блин, ну эта история Тоже была Непростая, ребят С радостью прочитаю ваше мнение В комментариях, как вам Эта семья и эта супермама Самое время, в общем-то Перейти На канал Моей матери Мама Чента, можете в поиске написать Потому что она тоже снимает реакции И увидимся в новом выпуске Всем пока